Вы слушаете канал жааш.клаб «Душа праведника». Никодим в округе считался искусным художником по части деревенских пейзажей. Работал исключительно гуашу на бумаге. Масляные либо акварельные краски не признавал. Однажды ранним апрельским утром пошел он с этюдником и кистями к холму на краю деревни, где возвышался большой рукотворный дубовый крест. У него застал молящегося на коленях своего соседа Степана. Лицо у того показалось Никодиму таким благолепным, что тут же захотел он нарисовать праведника. Взялся за дело, закрепил этюдник, распустил кисти. Только вот краски сельского художника неожиданно взбунтовались. Впитываясь в неплотную меловую бумагу на ее поверхности не оставалось почти никаких следов. За четверть часа усилиями живописца лишь кое-где белоснежный лист дал голубизну, ну точно как весеннее пронзительное звонкое небо. Может быть кто-то запретил рисовать молящегося, может быть иная причина была такому необъяснимому действу. Тайны окружают нас, множество явлений скрывает крестьянский крестовый холм. Очень уж опечалился, говорят, Никодим. Однако проходил в то утро невдалеке местный священник. Батюшка Петр, седой словно дикий голубь. Подошел к Никодиму, глянул он на рисунок, стащил с головы шапку и сказал, душу верующего нарисовал, все правильно, все верно. Продолжение истории читайте на сайте жаж.клаб